Сегодня у муниципального центра вакцинации, где проходила иммунизация работников образовательных учреждений, было немноголюдно. Все же нам удалось пообщаться с несколькими педагогами. Титус Адам преподает физкультуру в гимназии Миньона Костина в Гидигиче. Мужчина уверен, помимо того, что теперь после вакцинации он будет в безопасности, ведь ему не угрожают тяжелые последствия коронавируса, своевременная иммунизация учителей поможет скорее возобновить обучение в классах в новом учебном году. Ведь самое главное для педагога – это оставаться вместе с учениками и не прерывать образовательный процесс. Во время дистанционки вести урок физкультуры перед монитором было нелегкой задачей, пришлось приложить немало усилий, да и находчивости. Трудно было, можно было только легкие упражнения выполнять. Как можно давать задания посложнее? Невозможно. Мужчина из четырех наименований выбрал вакцину производства Джонсон и Джонсон, который начали прививать в Молдове недавно. Хотел бы Джонсон. А почему? Одна доза, да и на будущее так лучше. Дистанционное обучение в год пандемии доставило немало хлопот и преподавательницы музыки Радика Абрамовский учит детей играть на скрипке. Очень важно, чтобы и я, и моя семья были в безопасности. Детей важно защищать, чтобы у нас возобновился эффективный образовательный процесс с физическим присутствием. Многие другие работники образовательных учреждений, которые явились сегодня на марафон иммунизации от коронавируса, надеются, что своим примером смогут убедить остальных своих коллег вакцинироваться. Чтобы не болеть и победить, в конце концов, этот коронавирус. Я много видела родственников болели и так далее, чтобы уберечь себя от этого и себя, и своих близких и так далее. В конце концов, может быть, вернуться к нормальной жизни. Мы все понимаем, что вакцина это защищает, спасает. До полудня в Центр иммунизации обратились около 350 граждан. Работники школы-лицеев прививались в основном сыворотками Pfizer и Johnson & Johnson. Мы принимаем всех, не только учителей. На сегодня были записаны 700 человек из различных образовательных учреждений. Марафон иммунизации от коронавируса для педагогов продолжится 31 июля. Всего с начала кампании иммунизации населения полный курс вакцинации от коронавируса прошли 488 тысяч граждан. А вот эпидемическая ситуация в стране пока оставляет желать лучшего. За день еще больше сотни заболевших коронавирусом. Из 6 тысяч тестов положительными оказались 154. Три случая, завезенные из России, Турции и Германии. Лидер по количеству новых за день – Левобережье. На втором месте – Кагул, на третьем – Кишинев. За сутки коронавирус подтвердили и у трех медработников. От осложнений скончались еще два пациента. В связи с быстрым распространением по всему миру дельта-штамма коронавируса и обнаружением дельты в Молдове, эпидемиолог Нац. Агентства общественного здоровья Штефан Георгице ответил на наиболее частые вопросы о новом подведе инфекции. Так, по словам Георгице, дельта – более заразная разновидность, которая еще больше остальных штаммов поражает детей от 5 до 12 лет и взрослых до 50 лет. При этом в сентябре ожидается всплеск уровня заболеваемости в Молдове, поэтому власти призывают граждан вакцинироваться от коронавируса.